Не добавляй ненужные условия, понимаешь? Не усложняй ненужными критериями. Вот я всех вас люблю, братьев пакистанцев, сестер пакистанок, но пока вы по своему сложному списку ищите себе пару, в итоге вам подойдет только ваш двоюродный брат или двоюродная сестра. Вот случай в Лондоне был. Парень ко мне подходит, говорит, поговорите с моей дочерью. Человек говорит, ислам принял, она замуж за него хочет, но он чернокожий. Я говорю, ну и что такого? Ну, говорит, поговорите с ней. Я, говорит, из пакистанской семьи, хочу, чтобы она за пакистанца вышла. Ладно, говорю, с твоей дочкой поговорю. Знаете, что она сказала? Она говорит, всю мою жизнь отец меня учил, что если мужчина мусульманин, этого достаточно. Говорит, ну вот, разве он не мусульманин? Говорю, да, мусульманин. Что тут скажешь? Если ты учишь своих детей, что раз мусульманин, этого достаточно, то мусульман, друг мой, сегодня на земле 1,7 миллиарда. И примерно половина из них женщины, половина мужчины, так что любой. Или вот другой человек говорит, пакистанец, значит нормально. Когда они говорят пакистанец, они не имеют в виду весь Пакистан. Имеют в виду определенную область Пакистана. Понимаете, да? Когда говорят Бангладеш, если вы из восточного Лондона, имеют в виду Силхет, а не остальной Бангладеш. Скажешь, что из Нуакхали, скажут, о, Аллах, что такое говоришь? Ну, ничего себе! Честно, такой менталитет. Ничего против них не имею, но такой менталитет. Приведешь кого-нибудь из Силхета, все равно довольно не будут. Надо, чтобы был из такого-то района Силхета. Например, из Бешната. Или еще из какого района. Например, из Шерфура, или еще из какого-то другого района Бангладеша. Вот так усложняет жизнь людям. Скажи, мне не нужна эта корова, как у сынов Исраиля. Как в той истории суры корова, понимаете? Я не собираюсь усложнять себе жизнь из-за вас. И знаете, как в итоге получается? Пока вы выбирали, вам 30 стукнуло. И родители уже вот так смотрят на следующего претендента. У него два глаза есть? Есть. Две ноги есть? Есть. Ну все, подходит. Пойдет, пойдет. Два глаза, две ноги, хорош. Все из списка ушло. Вы, наверное, думаете, как же мне найти пару себе? Можно много где найти себе пару. Есть традиционные способы найти себе пару. Это замечательно, альхамдулиллах. Если тебе удастся найти себе пару через людей, через тех, кто знает что-то об этом человеке, это лучший способ. Да, и вот еще что скажу вам. Согласно исламу, вам является обязательным рассказать полностью о характере человека. Если вам кто-то скажет, хочу жениться на нем или на ней, и при этом ты знаешь характер этого человека, для тебя обязательно будет ему все это рассказать. Человеку не нужно разглашать, кто ему это сказал, имя твое называть. Но ты о нем должен рассказать и хорошее, и плохое. Иначе завтра человек может попасть в неприятную ситуацию. Пару себе можно много где найти. Например, в интернете. Но я вам скажу, что примерно 70% в онлайне не особо искреннее. В интернете есть мошенники, которые просто хотят получить удовольствие. По грубой статистике, процентов 70. Мошенники. Со стороны женщин. А со стороны мужчин. Много тех, кому просто нужны свидания. Семья ему не нужна. Если вы сестра, как вам действовать? Когда вы заполняете свою анкету, в самом верху вы должны написать имя своего отца и номер его телефона. Это отсеет мошенников и отсеет тех, кто просто хочет встречаться. Так что если позвонить и скажет «Приветик!», отец скажет «Эй, ты кто? Кто это?» Так что весь мусор это отсеет. Если хотите подойти с умом, сделайте так. В противном случае, где-нибудь ты пролетишь. 70 на 30 шанс риска у вас. То же самое мужчины. Они не понимают, что, к сожалению, что много неискренних женщин. Им просто ваши деньги нужны. К сожалению, процентов 70 таких. Плюс-минус. Они просто хотят на вас нажиться. Но в общем, процентов 30 в интернете искренне. Не ставьте крест на интернете из-за тех 70%. И число людей с серьезными намерениями растет. Тех, которые в сети хотят найти пару. Но если ищете в интернете, смотрите, нужно найти информацию о человеке. Вы встретились. Потом надо сходить в местность, где он живет. Поговорить с теми, кто его знает. Нужно многое о нем выяснить. Я вам вот что хочу сказать. Запишите адрес одного сайта в интернете. Там вы многому научитесь, какие правильные вопросы задавать, чтобы узнать характер человека. Этот тест выявит ваш характер и другого человека. В этом тесте нет правильных ответов. Так что, когда заполняете, не пытайтесь быть идеальным. Иначе все испортите. www.16personalities.com И на главной странице сайта будет кнопка «Пройти тест». Тест этот всего где-то на 20 минут. И она пусть его пройдет. Что это вам даст? Вы определите свои сильные и слабые стороны. Но только если вы согласны хотя бы с 80% того, что сказал о вас тест. Значит, это вы. А если вам кажется типа «Не, процентов 60 только совпало», тогда это не вы. Значит, вы неправильно тест прошли. Или вы какая-то смешанная личность. Смешанный характер. Так вот, этому тесту почти сотня лет. Это его улучшенный вариант. И конкретно вот этот сайт фантастические результаты принес. Сотни, тысячи людей прошли тест. Я тоже прошел этот тест. Что этот тест дает? Он дает основу, какие вопросы можно задавать. Например, можно оценить, сказать «Твой тип личности говорит об этом. Это правда или нет?» Мол, можешь поподробнее мне объяснить? А некоторые говорят, мол, я не могу этого сделать. Вот не могу сделать. Почему? Потому что когда я женился, нас привели в комнату. И там была моя будущая жена. И минут 10 никто не заходил. И ты сидишь такой типа «Чё я тут делаю?» И она такая в панике, типа «О боже, как мне себя вести, ты даже не знаю». В следующую минуту меня вывели и спрашивают «Готов?» Что? Они по сути что спрашивают? Ты готов провести остаток всей твоей жизни с этим человеком? Основываясь на 10 минутах, что ты смотрел на неё. И ты такой «Что?» 10 минут я смотрел на внешность. Это же жизненно важное решение. Таким людям надо сказать, когда дом покупал. Ты что, подошёл к фасаду такой «О-о-о-о-о!» Смотри какой хороший дом. Замечательный просто. А здесь у нас что? О-о-о, сточная труба. Ну всё, я готов отдать 300 тысяч фунтов за этот дом. Внешне очень-очень хороший. Ты чё так делаешь? Или когда ты машину покупаешь? Просто внешне смотришь, да? Не прокатился даже. В салон не посмотрел. Только поверхностно оценил. Я, ребят, этим не призываю. Обкатать женщину перед свадьбой. Не балуйте. Нет силы и мощи, кроме как у Аллаха. Когда это люди оценивали только по внешности? Или когда такое было, чтобы вы, например, пришли на собеседование? Ты пришел такой, сел, и сотрудник, который с тобой собеседование проводил, молча, смотрит на тебя. Смотрит и говорит, «Я так рад, мистер Абдул. Вы приняты, внешний вид ваш мне нравится». Где вы такое видели? Вот браки по договоренности. Знаете, в каком случае удаются? Это работает в деревнях, когда вся деревня знала девочку с рождения до 20 с чем-то лет. И вся деревня знала мальчика с самого детства до возраста 20 с чем-то лет. Люди знают, в детстве, каким он был, каким он был в школе, видели, как на рынке себя ведет, видели, как он работает. И тогда люди с одной деревни говорят, «Походу, этот парень хорошо подойдет той девушке. Давайте его к ней посватаем». Такие браки по договоренности я понимаю. Знаете почему? Потому что если с одной деревни приехать в другую, можно встретить там целое поколение людей, которые знают человека. Они играли с ним или с ней. Споры у них какие-то были. Люди обсуждали с ними что-то. В поездках были. И все эти люди там. И вот это очень хорошая основа для брака по договоренности. Тогда, конечно, не обязательно с ней разговаривать. Просто со всеми поговорил и узнал ее характер. И с парнем можно не разговаривать. Просто поговори с местными в селе. Но сегодня на Западе это не работает. Хотите, чтобы парень с девушкой посидели 10 минут и все, что ли? Им еще всю жизнь жить? Мне тут один брат сказал, рассказывает, вот, мол, в мое время, буквально недавно, два года назад, родители им дали полтора часа. Полтора часа, чтобы друг другу вопросы задать. И знаете, что в итоге они развелись? Не приведи, Господь, развелись. То, что говорит она полтора часа эти говорила ему, потом по-другому себя вела. Это не только сестер касается, с мужчинами тоже. Ведь человек будет стараться выставить себя в самом лучшем свете перед вами. А вам нужно узнать, какой он или она на самом деле. Приведите махрама этой сестры, и в его присутствии присядьте, пообщайтесь. Спрашивайте у нее, что хотите. Таких встреч может быть сколько угодно. Спрашивайте друг у друга, что вас интересует. О жизни, об амбициях, о том, как человек ведет себя в той или иной ситуации. Рассматривайте разные ситуации. Нужно знать, как вопросы задавать. А то сестры иной раз, мол, а как задавать вопросы? Сестры, не надо ему говорить. Ты когда-нибудь злишься? Что вы ждете, что он скажет? Да, иногда превращаюсь в Халка. Можешь проверить, сестра. Стукни по столу, и прямо сейчас на мне рубашка порвется. Я все разнесу в доме. Вы думаете, так он вам скажет? Или если ты ему этот вопрос задаешь, спрашиваешь, брат, ты злишься когда-нибудь? Он скажет, нет, 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 никогда не злюсь. Если он так скажет, врежьте ему. Потому что это неправда. Как нужно ставить вопросы? Надо спросить. Можешь рассказать о крайнем разе, когда ты злился? Что тогда случилось? Как ты на это отреагировал? И что потом было? Вопрос на основе реальной ситуации. Вот так надо. Говоришь о каком-нибудь человеке, закладываешь в эту ситуацию какую-то мораль, и спрашиваешь, когда крайний раз такое было? Расскажи. Так будет уже лучше. То есть вам, друг у друга, обоим, нужно спрашивать о разных вещах. А все вот эти современные браки по договоренности, слушайте, это ведь, как ни крути, совместное решение двух людей на остаток их жизни. Нельзя принимать такое решение, мельком посмотрев на человека. Не только внешне надо оценивать. Пророк Мухаммед учил, по четырем качествам выбирают жену. Эти же качества применимы и к мужчине. Первое, он сказал, из-за красоты. Второй критерий – это обеспеченность. Третий – из-за знатной родословной. И четвертый критерий – это религиозность. И пророк сказал, выбирайте по религиозности. То есть первое, на что надо смотреть, это богобоязненность. А потом уже на все остальное. Конечно, если парень или девушка симпатичны, понимаю, это тоже важно. Но это не самое главное. Конечно, в определенной степени мужчина или женщина должны вас привлекать. Иначе после брачной ночи посмотрите на нее, скажете, боже, что за кошмар. Или на мужа посмотришь и подумаешь, лучше бы я не просыпалась всю оставшуюся жизнь. Но именно религиозности нужно отдавать главный приоритет. Красота уйдет со временем. А останется религиозность, и она будет улучшаться и улучшаться. И когда пророк, саллиллаху алейхиусалям, говорил о религиозности, он не имел в виду просто мусульманина. Говорят, лишь бы мусульманин. Успокоился на этом и выбираешь уже по красоте. Не просто мусульманин. Посланник Аллаха сказал, дин. Дин – это религия. Имеется в виду соблюдающий мусульманин. Вот, например, с кем бы вы хотели быть? С человеком, который прекрасно выглядит, но когда вы с ним находитесь, он смотрит на вас свысока. Относится к тебе как к мусору. Вообще тебя не уважает. Или вы хотели бы быть с кем-то, кто может быть не так красив, но в то же время заботится о тебе, ценит тебя, уважает. С первым или вторым? Боже, 20 человек ответили. С первым или вторым? Спасибо! Если человек терпеливый, считайте, что вы нашли золото. Дороже золота ничего нет. Или бриллиант. Терпение, благодарность. Когда ценят тебя. Это лучшие качества, которые могут быть в человеке. Нрав, мягкость. Такой человек твою жизнь не разрушит. Такому человеку можно доверять. Скромный человек. Это лучшее, что может быть. Кто не завидует, в ком гордыни нет, нос не задирает, который не спорит все время. Это лучший человек, которого можно найти. Поэтому пророк учил по религиозности выбирать. И такой человек со временем становится лучше и лучше. Это никогда не уйдет. Пречисто Аллах. А если кто-то красивый, это уйдет. Сегодня красивый, завтра уже морщины. Потом появляются седые волосы. Потом кости становятся слабыми. Постепенно. Все уйдет. Деньги тоже уходят. И вот еще хочу предупредить. Вот вы посватались друг к другу и решили обменяться номерами. Где бы вы теперь не переписывались. В социальной сети и мессенджере. Вашу переписку никто больше не видит. Тогда третьим из вас будет, как учил пророк Мухаммед опять же. Дьявол будет третьим из вас. Он будет вашими эмоциями манипулировать. Опасно. Номер давать или электронную почту. Продолжение следует.